Сегодня, ребятки, немножечко о новом флагмане AMD будущей линейки, также о Азушке DDR5 уже на подходе, причем нового формата, и одна бонусная новость, маленькая, но приятная. Салют, пипл, с вами Хьюман, минус один майнер и минус один перекуп, и, естественно, по традиции, глоточек полезной и вкусной информации. Погнали. На самом деле, не так часто бывает, что такой массив информации сливать еще до того, как выйдет видеокарточка, но, тем лучше для нас. Так что, давайте ближе посмотрим на видеокарточку от AMD RX 7900 XT, которая будет находиться на графическом процессоре Navi 23 с флагманским чипом RDNA 3. В итоге, нас с вами ожидает 5 пунктов. 256, 512 мегабайт кэш памяти Infinity. Каждый графический процессор у нас будет обладать 4-мя каналами для подключения памяти, то есть 8 32-битных контроллеров памяти для 256-битной шины. И, естественно, все это на GDDR6. Третье, это у нас, естественно, TSMC на 5 нанометрах. И четвертое, это у нас 15 360 ядер. И забавно то, что графические процессоры на базе RDNA 3 будут превосходить всю линейку RTX 4000 Adelavelace. Я уже об этом с вами говорил в предыдущем ролике, можете ознакомиться. И в то же время я вам назвал альтернативу, которую может использовать Хуанг со своей Nvidia, для того, чтобы, ну, возможно, полностью отменить Adelavelace, перейти на Hopper. Но давайте от слов к делу, и вот вам вероятное увеличение производительности между AMD и Nvidia. Это касается как уже созданных технологий, так и перспективных линейк видеокарт. А учитывая, что AMD-шки уже сделали свой тип DLSS, это у нас FSR, который работает достаточно очень даже неплохо со старта во многих играх и многих уже проектах. Плюс они допиливают у нас хорошую трассировку лучей, что явно будет в следующей линейке. Так что здесь будет уже прямейшая конкуренция с Nvidia. Кто знает, возможно, даже переплюнет на голову. Как минимум мы видим это по характеристикам и возможным нервакам, которые у нас происходят в компании «Зелёных». Двигаемся далее. SK Hynix подтвердила массовое производство DDR5 уже во второй половине этого 2021 года. Согласно информации от компании, они сказали, что DDR5 будет переплёвывать по производительности DDR4 как минимум в два раза. Если откатиться назад и вспомнить 2013 год, когда повально начался переход с DDR3 и DDR4, ну может быть не повально, но тем не менее, так тогда уже производительность выросла на 33%. То есть с 1600 Мбит в секунду до 2133. А в этот раз Hynix нам хочет дать плюс 50% на каждый модуль DIM. То есть если мы с вами говорим за DDR4, где скорость составляет 2133 Мбит в секунду, то если интерпретировать всё это на DDR5, мы увидим 4800. Звучит, конечно, вкусненько, но вопрос, нужно ли это масс-маркету. В итоге мы с вами должны получить плюсы и профиты в трёх направлениях. Это производительность, ёмкость и повышенная мощность. Причём при этом с экономической эффективностью. Более того, в будущем должны быть ещё более продуктивные модули памяти, скорость которых может достигать 10 Гц. Да, сейчас это может даже не укладываться в голове, мол, зачем. Но чуть-чуть позже вы поймёте. В итоге мы должны будем получить на выходе плашки в 32, 64 и даже 128 Гиг. А скорость у нас будет колебаться от 4800 до 5600. Хотя технически мы, в принципе, видим уже работу DDR5, просто от других производителей. У нас это всё спокойно делает микрон. Кстати, эти схемы отлично нас используют такие фирмы, как... Корсар, Кингстон, Тим Групп, Неток, Крашел, Гейл, Задок, XPG, Асгард и другие. Поэтому, в принципе, это уже не прям какая-то новинка. Это альтернатива, это конкуренция. Кстати, Тим Групп как раз таки ранее говорила о том, что вольтаж, что очень важно, может повыситься в DDR5 до 2,6 вольт. Это много. Потому что в перспективе то, что мы видели ранее с вами в тестах, там был 1,2. Но при этом у них будет охлаждение LN2. Так что технически, смотря даже на те же тесты, мы видим, что производительность реально должна вырасти в 2 раза. Что касается герцовки, о которой я вам только что говорил, 10 Гц в DDR5, если мы с вами копнёмся чуть поглубже и вспомним, как это было с DDR4, её overclock до 7 ГГц. Так что технически, если мы смотрим на DDR5, десятка это уже не так и много. Но с другой стороны, мы понимаем, что это сверхотносительно просто достижимо для вот именно такой у нас Азушки. Но поглядим. А эту новость, наверное, ждал больше я, нежели вы, господа. Но тем не менее, узнаем это в комментариях. Есть итальянский магазинчик Windows, который вроде бы как случайно спалил дату выхода Assassin's Creed Valhalla, потом чуть ли не молниеносно удалил эту информацию, которая выйдет как раз таки 5 августа. Ну, хоть Ubisoft, конечно, не говорил точную дату выхода этого DLC, тем не менее, они сказали, что это будет летом. И вроде бы, по моей памяти, это август. Слитая информация говорит нам за август. Так что, в принципе, всё плюс-минус сходится. И в принципе, если она даже этой игрушкой DLC-шка выйдет не 5 августа, а там чуть позже, ну вы же прекрасно понимаете, что я буду стримить это дополнение. Так что, вы напишите в комментариях, смотреть будете, будет ли вам интересно. Потому что это кощунство, когда скандинав не будет стримить скандинавскую мифологию. И, кстати, вот вам пруф по этой информации, а именно в виде скриншота, где мы можем разглядеть как раз таки именно дату, которая была слита этим магазином. Ну, а в новом дополнении в игру внесут регион Франки, где будут доступны масштабные битвы, плюс новое оружие, снаряжение, навыки, уникальные способности и, естественно, новые враги. Ну, поглядим, как всё это у нас будет. А на сегодня у меня для вас всё. С вами был, как всегда, Хьюман. И, как всегда, кайфовой вам игры. С вами был, как всегда.